Очень важная встреча. Посвящена эта встреча замечательному продукту, который есть в арсенале нашей компании. И история этого продукта уходит корнями глубоко в прошлое, в Китай. Мы этот продукт позаимствовали у наших китайских братьев. Знаете поговорку, да? Русские с китайцем, братья навек. Поэтому мы позаимствовали их уникальную рецептуру, уникальное создание природы, которое они используют в течение нескольких тысячелетий. И сегодня мы расскажем вам об уникальнейших свойствах нашего, как называется это? Вот скажите мне. Нашего продукта. Пищевого комплекса. Да, пищевого комплекса. Спасибо большое, Григорий Григорьевич. Под названием линжи. И естественно, об этой продукции никто лучше не расскажет, чем наш профессор, председатель научно-консультативного совета компании «Семь драгоценностей жизни», члена Всемирной организации здравоохранения, почетного члена Российской академии наук Григория Григорьевича Розенцева. Сегодня вы сможете узнать не только о линжи, сегодня вы сможете узнать о вообще возможностях этого препарата и о том, как полезен этот препарат может быть для каждого из вас. Еще мы сегодня анонсируем уникальное мероприятие, которое состоится у нас в сентябре. Об этом я вам расскажу чуть попозже. И это мероприятие состоится в Москве, недалеко от нашего офиса, в непосредственной близости от него. И я вас всех туда приглашаю 7 сентября в 6 часов вечера на встречу с доцентом, доктором биологических наук, а на кандидат биологических наук Джергения Светлана Леонидовна, которая будет рассказывать о возрастных изменениях сердечно-сосудистой системы и о том, как с этим бороться, как этому противостоять, используя наши препараты. Сейчас я бы хотела уточнить, с кем я имею честь общаться. Поставьте, пожалуйста, плюсики, все, кто меня видит и слышит. Хорошо ли вы меня слышите? Те, кто в эфире. Ну, те, кто рядом присутствует, я надеюсь, вы меня хорошо слышите и хорошо видите. Отлично. А вот те, кто в эфире. Так. Ну, судя по плюсикам, лучше всего меня слышат в Тюменской области. Это Ольга Анатольевна Чередова, очень приятно. И Эдуард Алексеевич Сынков, хорошо меня слышат. Привет Сергею из Екатеринбурга и Нинашу Анатолию. Итак, передаю слово Григорию Григорьевичу Розенцеву. Приятного вам прослушивания. Небольшая шерсть. А это чьё? Моё лицо. И это моё лицо. Там тоже моё, да? Как на взрослые. Так. Игорь Алексеевич, и поселев, а в очередь, да. Ещё, товарищи. Ещё. Вот так, живенько. Хорошо. Живенько будет быстро. Ну, хорошо. Ладно. Так. Делай мне, чтобы я себя видел. Как я... Вы в углу, вы хотите... Артикулирую, да. Хотите на себя, пожалуйста. Что я в углу, я знаю. Но в углу поставил. Спасибо. Поставила. Спасибо. Хорошо. Значит, сегодня, не по моей воле, но тем не менее. Вот тема такая. Капсулы линжи. СВЛ и здоровья человека. Я так понимаю, правильно? Я формулирую, да? Вот. Значит, ну, а первое, здравствуйте, дорогие друзья. Вот. Я надеюсь, что нашего полку прибыло. И сейчас будет еженедельно прибывать всё больше и больше. Дело к осени идёт. Люди собираются в своих домах. Возвращаются из всяких путешествий, мест отдыха и так далее. Значит, мы уже с вами говорили сравнительно недавно о величайшем целителе древности, высшем тибетском грибе, кардиоцепсе китайском. Поэтому вот это обстоятельство избавляет меня, хоть необходимости говорить, очень пространно. Дело в том, что капсулы линжи, СВЛ, представляют собой смесь экстрактов кардиоцепси китайского и гриба высшего тибетского гриба линджи жуи. Вот. Поэтому я сделаю сейчас акцент основной. Они, естественно, работают по принципу и дополнительности, и усиления эффекта каждого друг друга. Очень хорошо. Вот. В природе гриб линджи, вот, я хочу показать его сразу, а то потом забуду показать, выглядит он вот так. Вот сейчас, сейчас, сейчас. О! Видите, как он выглядит? Вот сюда вот. Вот так он выглядит, да? Вот. Я покажу наглядный вид. А, я сейчас здесь. Так, вот, значит, теперь вот продолжим. Кстати говоря, вот это вот возрастные кольца на нем. Значит, он встречается в природе редко. И обычно в гористых лесах, в гористых лесах, разросшихся лиственных лесах, где очень мало света, очень часто этот гриб паразитирует на уже умерших деревьях, на пнях. В этом смысле он в какой-то мере похож на наши опята. Но очень интересное наблюдение просвеживается. Вот грибы, паразитирующие на деревьях, по сути дела, это опухолевые образования на деревьях. Они являются противниками опухолевых образований у человека. И вот этот вот момент очень интересный. Ну, чага, например, да, на березах у нас. Но чага послабее работает, чем гриб линжи. Вот. Интерес определенный вот к этому явлению. Он появился, появился где-то в 40-е годы. Была найдена в них так называемая абсцузовая кислота. Вот. А позднее была разработана даже методика, позволяющая убирать опухоли. Причем очень интересная. И заключается она, ну, я некий, так сказать, сделаю экскурс. Небольшой совершенно в сторону. Хотя этот экскурс, наверное, интересен абсолютно всем. Вот. Что делает эта абсцузовая кислота? Она лишает клетки опухолевой агрессивности. Вот. А дальше, вот, Добрачев, например, доктор биологических наук, вот, подобно нашему другому доктору биологических наук Дуганову, обратите внимание, тоже онкологическую. Вот. Он разработал методику лечения. Он, помимо использования абсцузовой кислоты, вводил еще в опухоль такой апоптожный самоубийственный фактор, тоже природный, из элогоновой кислоты. И проводил ингаляции смесью этилена, синона и отчиси азота. А отчиси азота, я напоминаю, это один из нейромедиаторов в нашем организме. Самый, может быть, простейший, но, газ. Вот. И при этом включалась естественная смерть, независимо от стадии онкологии. Это эффективно и безопасно. Но вещества из съедобных растений, по сути, ты делаешь, понимаете? И это препятствует внедрению такой практики в жизнь. Вот точно так же, как у Дюганова. Он приходил в официальные инстанции, включал отказы. Хотите, пожалуйста, полный и посиди. Сами. Да, потому что, вы понимаете, что в медицине нужны кто? Больные. А самые больные, больше всего люди боятся даже не сердечно-сосудистых заболеваний, хотя он умирает именно от него. А онкология, когда раз, говорят, человек отключает все защитные механизмы, паника начинается. Ну, так продолжим. Значит, в природе встречается очень редко линжи. И чаще всего на дикой сливе он произрастает, этот гриф. У нас сейчас, ну не у нас, а в Юго-Восточной Азии обычно выращиваются гонадар. Называется он еще, так сказать, если говорить медицинское, но биологическое название. Вот. То гонадар-молюфиды. Так вот, эту гонадар-молюфиды выращивают сейчас методом органической культивации. Ну, как у нас вешенки, например, да, выращивают. В среде состоящие из спроса соевой муки и овсяных отрубях. Вот. И целые плантации таким образом выращиваются. Вот. Еще, вообще все грибы имеют много названий. Вот одно из названий еще трутовик лакированный. Дело в том, что вот эти вот, вот эти вот, видите, грибы, они как будто лаком покрыты, блестящие. Как будто их специально лакировали. Вот. Его еще называют в Китае, на Востоке растением вечной молодости. Ну, он относится к разновидности красных грибов, так называемых. Вот. Прежде всего, он улучшает, вот экстракты эти улучшают работу мозга. Его назначают когда? При головных болях, мигрениях, расстройствах сна, при обмороках, при вегетососудистой дистонии, довольно распространенные у нас заболевания, если его можно назвать заболеванием. При судорожных состояниях, вот, при атеро- и артериосклерозе, ну, артериосклерозе, я напомню, называется склерозирование мозговых артерий. Вот. Ну, и так далее. Его при рассеянном склерозе используют, при потере памяти, при болезни Хальцгеймера и протенциона, при снижении зрения. А вы знаете, что сетчатка глаза – это основной индикатор состояния нашей капиллярной системы, то есть самых мелких кровеносных сосудов. Вот. И естественно, что когда самые мелкие кровеносные сосуды склеиваются, когда они склерозируются, то питание по существу прекращается орган соответствующий, потому что доставляют питательные вещества и кислород к лекции. То есть всего капилляра, в них слой в одну клеточку стенок, и вот, значит, тимоглобин, эритроциты, вернее, они как стакетник раздвигают стенку и выходят в межлеточную жидкость. А из межлеточной жидкости, в свою очередь, клетки забирают все полезное и выбрасывают туда отходы. Вот. Значит, при снижении зрения и слуха, при снижении концентрации внимания, вот используются экстракты линжи. При радикулите, вот, при эпилепсии, при депрессии. Сейчас мы потихоньку входим в осень, зарядят дожди, и депрессивное состояние посетит многих людей. Вот. Китайцы используют линжи уже больше двух тысячелетий и называют линжи королем трав или растений. Ну, линжи действительно король по выведению токсинов, потому что там полисахаридов много. Король по предотвращению и лечению свыше сотни заболеваний. Линжи продлевает активный период жизни. Какой же состав линжи? Он содержит, во-первых, полный набор аминокислот. Аминокислот, которые, из которых строят все белки нашего тела. А мы белковые системы. У нас основа белковая. Поэтому, кстати говоря, мы жару хуже переносим, чем холод. Вот. Белки – это не только материал для наших внутренних органов, но белки – это компонент катализаторов биологического. Потому что, как известно, ферменты или, как еще называют, энзимы, они, биологические катализаторы, состоят из трех. Из трех составных частей. Это белок, минерал в зарядной форме и витамин в коферментной форме. И белок, конечно, это основная вещь. Ну, они все значимы, но белок по объему, понимаете, не больше. Вот. Вот этот лакированный тротовид, который я вам показывал, он относится к базидо-мицетам, грибам базидо-мицетам. Высшим грибам с многоклеточным мицелием, трутовым. То есть мицелий развивается и функционирует в древесине, живой или мертвой в древесине, в древесном стволу. Вот. В состав капсул входят и органические кислоты, которые участвуют в выработке энергии. Есть полисахариды, так называемые бета-глюканы. И считается, что именно они обуславливают большинство лечебных свойств продуктов, венцы и сверей. И прежде всего, эффективность действия на атипичные, раковые клетки. Есть в составе капсул три терпеноиды. Вот я, кстати говоря, когда говорил об абсидовой теплоте, она относится к три терпеноиды. Есть кумарины, есть сапонины. Что такое сапонина? Что это так происходит? Не-не, я смотрю про чат, не про звук. Поэтому... Меня, кстати, раз уж прервался, меня слышите нормально? Просигнализируйте как-нибудь. Вот. Значит, я остановился на сапонинах, перечисляя, да? Это гликозиды, участвующие в синтезе гормонов. То есть, они являются прогормонами в организме, они способствуют восстановлению гормонального баланса. Поэтому это очень важно, скажем, в период менопаузы для женщин. Вот. Там есть фитонциды. Ну, фитонциды, вы, наверное, все наслышали, это растительные антибиотики. Они бывают летучие, как вот у чеснока, лука, и так далее. Бывают и нелетучие фитонциды. Вот. Есть целый букет витаминов. По сути дела, все основные витамины там есть, которые участвуют как раз во всей жизни. в процессе. Есть флавоноиды. Это, прежде всего, антиоксиданты, тоже растительные компоненты. Вот. Антиоксиданты, они обладают противовоспалительной активностью. Они обеспечивают антиаллергические свойства, антивирусные свойства. Вот. Таким образом, это очень важные тоже вещества, которые работают в согласии, допустим, с витамины С и Е, усиливая, защищая их от отечислительного стресса. Всего в составе гонодарных, ну, сейчас определено больше двухсот видов активных природных веществ. Больше двухсот. Которые помогают в лечении экземы, осложнении диабета. Вы знаете, такие страшные все отмены не дают продаются. Вот. Это и гангрены конечностей, и инфаркты, и шеи и так далее. Это и слепота. Вот. Профилактируют и участвуют в комплексном лечении онкологии. Я уже упомянула. Вот. Псориаза, почечные недостаточности, системные красные волчанки, туберкулезные волчанки. Такое вот болезненно-клотическое такое. Вот. Ну, где используют старшую линзию? Практически везде. При заболеваниях печени, пожалуйста, при различных иммунодефицитных состояниях, хоть до спида, при аллергических проявлениях, убирают аллергические проявления. Аллергия это недостатка ферментов. Несколько лежат аллергии. Здесь все ферменты. То есть витамины, генералы, как аллергии. Хочется побеседовать с живым человеком. Ну, вот. Поэтому при аллергии тоже помогает. Там есть все необходимое для формирования ферментов. Вот. При эссенциальной гипертензии, то есть повышенном давлении, казалось бы, ничем не обусловленным, да, природным, при ишемической болезни сердца, то есть по сути дела при недостатке кислорода межклеточной жидкости, межсердечной мышцы. Поэтому очень полезна она, вот эти вот, вот этот вот, вот эта композиция из линжи и децепта китайского для профилактики инфарктов и инсультов. Вот. И, естественно, после того, как человек пережил инфаркты для инсульта. Вот. Если инсульт был ишемический, то можно этот самый комплекс назначать сразу при возникновении инсульта. Если геморрагический инсульт, тогда где-то через полгода вот, когда стабилизируется вот эта гематома изголая. Ну, вы знаете, да, ишемический инсульт и геморрагический это разные вещи. И больше всего, конечно, люди боятся геморрагического инсульта, хотя по жизни он случается сравнительно редко. А в основном случаются инсульты ишемические. То питание, клеточное питание мозговых клеток нарушается в результате спазмов как раз капиллярной системы. Вот. И клетки мозговые просто умирают, как блокадные неграги люди геморраги. Так, меня вообще Ирочка смотрит цикоризм когда выскакивает эту картинку. Так, так вот, значит, а геморрагический инсульт это разрыв сосуда, это образование гематомы, кровоизлияния, и надо, чтобы там процессы стабилизировались, и тогда можно уже для того, чтобы для восстановления можно использовать гематомы. используют его и в эпохе хронического стресса. А это, в общем, наша жизнь современная. Она такова. Мы доперестроились настолько, что люди постоянно находятся в хроническом стрессе. Вот. Бессонница как результат хронического стресса. Пожалуйста, линжи вам поможет. Потому что линжи есть достаточно много магния, легко усвояемого, связанного с аминокислотами. И этот магнит, он очень хорошо работает как антистрессовый фактор. Он помогает предусомиться. Вот. Мы ходим постепенно в 8, поэтому я вам рекомендую принимать линжи СВИ. Он хорош и при аутоиммунных заболеваниях для восстановления барьерных функций органов. Ну у нас есть ряд органов, которые находятся за барьерами. И к ним пробиться наша иммунная система не может, но зато когда уж удается пробиться, они относятся к этим органам, к чешаткам и начинается разрушительный процесс. Вот это и есть аутоиммунные они получили максимальное распространение, когда начались испытания ядерного оружия, когда были брошены бомбами керосины и медосаки, и после этого вот эти все процессы испытаний они очень перво стрелялись на люди. До этого аутоиммунные заболевания практически никто не болеет. При глазных болезнях в силу того, что биоактивные вещества линжи снимают капиллярные спазмы, придают им эластичность и потяну. При снижении работоспособности синдром хронической усталости линжи нормализуют энергетику сразу в пяти основных меридианов энергетических. Меридианов печени, сердца, легких семиденких и желудка. Входящие в состав капсул линжи это свои компоненты нормализуют гемодинамику, то есть делают более подвижную кровь. Конечно при этом надо пить много воды, лучше воды структурированный област структуризации водонных средств изделий, о которых вы знаете наверное. Вот это тоже очень важный момент. И эти же капсулы очень хорошо отлаживают метаболические процессы в мозге прежде всего, улучшая тем самым память, умственные способности и детоксицируют организм, о чем я упомянул вначале, но хочу сейчас подчеркнуть, потому что порядок наводится наиболее удачно и эффективно, когда организм почище. А мы слава Богу умеем его запламлять и неправильным питанием, неправильным образом жизни, и нам в этом активно помогают производители современных продуктов питания, пищевой промышленности, потому что самые красивые, самые ароматные продукты это продукты, в которых есть пищевые красители, обувки и так далее, и так далее. Достаточно много запись была остановлена в подключении потери интернет-соединения. Хотели проголиться? Да, нет. Нет. Все, да? Да, да, можно. Ага, хорошо. Ну вот, мне, в общем, напомнила эта запись о том, что пара и чизнена. Вот, поэтому я могу сказать, что, как вы теперь поняли, наверное, капсулы линжи, они ускоряют процесс реабилитации, после болезни, после операции, и они нужны практически всем. А у нас возможности приобрести есть, ну и я вам желаю пользоваться ими, дабы продлить активные долговечия. Вот, в упаковке содержится 30 капсул, где она, упаковка, стоит, показывает. Вот такая вот красивая упаковочка. что-то меня попросит. Вот капсулы линжи есть. 30 капсул. Принимать, если вы профилактически принимаете, то по одной капсуле, один-два раза в день, во время еды, чтобы побыстрее доставить тонкий кишечник, эту капсулу. Ну, профилактический курс это один месяц, но в принципе, если есть желание, нужно продолжить. Для того, чтобы понять, насколько вы объективно чувствуете себя хорошо, существует у нас что-то вы 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 Продолжение следует...